Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас Фоберлик без прикраса. Это значит, впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Привет! Давайте начнем с бытовой химии. Закончилось вот такое концентрированное универсальное средство для полов и стен. Это моя любовь, любовная, девчонки. 112, 17 его артикул. И я повторила покупку, как-то раньше не обращала внимания на средства для мытья полов Фоберлик, а сейчас подсела капитально. Мне очень нравится. Мне безумно нравится отдушка. Отдушка свежескошенной травы. Почему-то у меня тут мелькает, и поэтому я просто влюбилась. Это мой любимый аромат, наверное, на свете. Свежескошенной травы. Никаких разводов на ламинате, на линолеуме ни на чем не оставляет. Прекрасно моет полы, каждую пылинку, каждую соринку. В общем, никаких, девчонки, нареканий, но мне даже понравилось почему-то больше, чем гринли. Возможно, из-за аромата. Поэтому я вот не гринли повторно взяла, а именно вот этот продукт. Так, следующий из бытовой химии. Ультракондиционер для белья Органа. Наилюбимейшая мной и всеми, потому что она пахнет таким, вы знаете, парфюмом классным. 118-54 артикул. Часто бывает на акциях. Обалденный аромат от белья. И сейчас вот я пользуюсь кондиционером гринли. До этого был другой, и я прекрасно понимаю, что мне даже не важно, пусть оно белье делает не таким мягким, как некоторые другие кондиционеры, но я хочу, чтобы оно у меня белье вот так вот пахло. Поэтому в следующий раз я буду брать обязательно Органу. Обалденный аромат. Я люблю все-таки, когда от белья, особенно от постельного, от полотенчиков, есть аромат кондиционера. От гринли нету. Вообще ничем не пахнет белье. Поэтому вот пока вот этот у меня фаворит. Number one. Так, и следующий вот ультракондиционер. Бальзам для белья, девчонки, 0+. Сенситив. Вот такой вот розовенький. Он редко бывает на акциях. Я его без акций беру на сайте. Артикул 118-56. И вот он делает белье мягче, нежели Органа, нежели Гринли. Но тоже не оставляет никакой одушки. Она есть здесь такая цветочная. Ярко выражена из флакона. Но когда белье высыхает, практически никакой нет одушки. Чуть-чуть-чуть совсем, которая быстро-быстро так испаряется. Органа прям вот да. Так, дальше из бытовой химии. Закончился вот такой акваспре-свежитель воздуха. Недавняя новиночка, да, в таком вот... Что за цвет, девчонки? Пограничный какой-то цвет. Не поймешь, и ни золотой, и ни зеленый. Артикул 303-25. Он называется у нас утренняя свежесть. И здесь тоже есть аромат свежескошенной травы. И он немножко пересекается с ароматом средства для полов. Но как освежитель мне не понравилось его использовать. Мне не нравится, когда у меня так пахнет в квартире. И быстро испаряется, совершенно нестойкий. Потому что, допустим, апельсин горится, он какое-то время в воздухе витает. Этот нет, очень быстро. Есть здесь какая-то нотка, вот для меня лично отталкивающая, притерная какая-то, отталкивающая нотка. А вообще они все классные, они все водные, с удобной заглушкой, безопасные для детей, безопасные для домашних животных. Поэтому всегда в запасе у меня парочка есть. Два мыла покажу вам из линеечки Ля Крем. Первое. Райские моменты с медом и молочными протеинами. 2581. Это недавняя новинка. Мыло Ля Крем мне нравится. Я его ставлю и на кухню, вместо кухонного мыла фаберликовского. Потому что, мне кажется, оно у меня подсушивало руки. Ну, не знаю, я не очень люблю ароматы меда в косметической продукции. Поэтому я вот чисто на затест взяла, чтобы мы с вами поняли, надо нам это или нет. Мне не нравится аромат. Гораздо круче у Ля Крем вот это мыло. С миндальным молочком и молочными протеинами. С кокосиками. Мне как-то вот оно поприятнее. 8637 с миндальным молочком. И вот оно действительно пахнет миндалем. Классно, супер, здорово, замечательно. Прям ярко выраженная душка миндаля. Нравится. Беру уже 105 раз, наверное. Так, дальше, девчонки. Полоски очищающие для носа. НФО, W. Закончились все. У меня их тут 4 штуки было. Артикул 0438. И что хочу сказать. Да, все-таки отдирать их надо медленно. Мы приклеиваем их на нос, ждем полного высыхания. И потом снимаем. Я первый раз быстро? Нет, быстро вообще ничего. Медленно надо отдирать. Тогда, когда как-то поры вычищаются лучше. Но они у меня в незапущенном состоянии. Поэтому результата, в принципе, никакого я не увидела. Сказать, что сужает? Нет. У меня после использования этих полосок, они наоборот еще более расширенные поры. Мне нравились прошлые полоски больше. Но если, допустим, вы пренебрегаете уходом и не каждый день делаете полноценный уход за вашим лицом, грамотное очищение и так далее, то эти полоски вам понравятся. Они будут вычищать вам поры однозначно. Просто у меня вычищать нечего. А так неплохие. Так, дальше, девчонки. Бальзам «Гладкие пяточки». Любимый, восхитительный, замечательный. Спасибо вам за обратную связь, что вы благодарите меня за совет этого чудодейственного средства за 90 рублей. Даже дешевле, наверное, по цене консультанта. Артикул 1661 – это изумительное средство, в составе которого 30% глицерина для сухой кожи рук, для сухой кутикулы, для сухих стоп, пяточек. Это просто изумительное средство. Вы навсегда забудете о сухости, если будете пользоваться регулярно. На день некомфортно наручки наносить. Я наношу на ночь. Наношу на ночь, как следует, втираю в кутикулу, и все. Я забываю о сухости. Если не пренебрегать, не забывать про это средство. У меня всегда парочка тоже стоит в запасе. Когда он бывает по акции, этот у нас бальзам, да, гладкие пяточки, я всегда запасаюсь. Так, дальше, девчонки. Я закончила крем Варио. Давно уже его брала, но как к нему не тянулось. И новинок как-то много было. Надо было все протестировать. Здесь, кстати, а вот артикул есть. 0155. И вы знаете, как он хорошо мне сейчас в холодное время зашел. Вот просто спасением для кожи был. Если на тот момент, когда я его заказывала, было теплое время года, и он давал какую-то жирность на лице, не очень приятную, да, это питательный крем. У нас их там два, увлажняющий, питательный. Этот именно питательный. А сейчас вот прям красота. Никакой жирности, никакой пленки. Кожа его моментально съедает, моментально впитывает. Вообще изумительно. Я прям даже пожалела, что он у меня кончился. Вот все. Прям вот до последней капельки его до скребла добила. Он действительно питательный. Он очень круто смягчает. Он убирает шелушение. Поэтому, девчонки, у кого сейчас в холодное время года есть шелушение, Т-зоны, тональный крем из-за этого ложится плохо, да, подчеркивая все эти шелушения, я вам очень рекомендую присмотреться к вареопитательному. Вот этому вот кремушку. Прям на ура зашел сейчас. Так, дальше. Закончился крем для рук. Love с ланолином овечка. Ничего не могу сказать про него хорошего. 25-85. После того, как, девчонки, попробуешь гладкие пяточки, все крема для рук вообще отстой. Обычный крем, по мне, как из серии про руки. Вот ничего выдающегося, никакого питания здесь нет. Он называется питание восстановления. Никакого здесь нет питания. Если у вас нормальные руки, может быть, да. У меня они сохнут жутко в воде постоянно. Нет, никакого здесь нет питания, не повторю. Так, выбрасываю практически два продукта. Один из них полный, другой пустой. Это у нас пилинг. Пилинг классный у Фаберлик, потрясающий. Шака я добила давно. И здесь у меня шаг Б. Это сам пилинг микроэмбразия. Я его докончила, хотя он уже начал попахивать. Открытый продукт хранится мало. А у меня с того года еще запас. 12-28 артикул шага Б. Хватает надолго. То есть мне вот на сезон хватило, да. Еще на второй сезон осталось. Поэтому цена невелика. Делать раз в неделю дома такую процедуру кожи вам скажет потом огромное спасибо. Шаг А. Это, собственно, сами кислоты, которые у нас растворяют загрязнение на коже. Отшелушивают и растворяют ороговевшие частички кожи. Омолаживают за счет этого ваше лицо. Поэтому я считаю, что кислоты для возрастной кожи это просто необходимый этап ухода. Шаг Б это как скрабик такой, как гамаш. Там маленькие частички, их очень много. И после кислотного первого шага мы с вами проходимся вот этим вот еще, как скрабиком, да. Еще круче отшелушиваем, очищаем нашу кожу. Она потом становится красная, но у меня, по крайней мере, вот. И успокоить ее можно шагом С. Это кремушек, собственно говоря, успокаивающий, состерапии, восстановление. Я им не пользовалась практически, вот совсем немножко потратила, потому что мне нравилось потом наносить свой какой-то уход, а не этот крем. Успокаивать я никуда кожу не спешила. На улицу бежать после пилинга не стоит. Эту процедуру лучше делать вечером и в холодное время года, да, на солнышко. Потому что потом нельзя, после кислот могут появляться пигментные пятна. Артикул шага С, 12-17. И я, в принципе, его практически целиково выкидываю. Он уже тоже попахивает. И даже на ноги там еще куда-то я его пользовать не буду. Все, ушел, ушел. Дезодорант. Нравится, люблю, но вот этот, поняла, сиреневый. Артикул 23-53. Как-то мне аромат не очень понравился. Я в следующий раз возьму дейзи колокрем. Девчонки советуют. Я почему-то думала, что они не идут как антипреспирант или окрем, да. Но, оказывается, девчонки пишут, что от пот очень хорошо защищают. Поэтому в следующий раз попробую. Вот эти меня полностью, в принципе, устраивают. Самый любимый аромат – это зелененький с алоэ. Он у меня сейчас. Вот этот как-то притерный мне показался. Хотя они потом не пахнут на теле, да. То есть нет какой-то у них яркой отдушки, да. Но все равно как-то вот к аромату. К этому так и не привыкла, не очень нравится. В течение суток защищают. Вот здесь 24 часа написано, да, на этом. А некоторые у нас там написано 48 часов. Но все равно мне хватает на сутки, на день ровно, да. А с утра нужно повторять процедуру нанесения дейзиком. Здесь нет спирта. Это тоже важно. Поэтому да. Так, детская зубная паста 6+, груша, классные, супер, всегда вам их хвалю. 23,59 артикул, идеально очищают эмаль, никаких нем нареканий. Не первый год уже мой ребенок пользуется этими пастами, поэтому довольна. Она такая зелененькая, аромат вкусненький, классный, все супер как бы. Так, дальше. Крем для век из линейки Weekend. Наконец-то добила, девчонки, наносила его на все лицо. Он какой-то нескончаемый, этот маленький тюбик был, для меня показался. Если его использовать только на веке, мне кажется, хватит на 10 лет. Потому что он на коже превращается в водичку, и нужно вообще капелюшечку, чтобы нанести на верхнее и на нижнее века. Хватает вообще расход мини-мейзер. Артикул 01.13 освежает. Освежает, как и вся линейка Weekend. Такой у нее эффект освежающий, пробуждение кожи. Не скажу, что какие-то чудеса делают. Ну, и у меня и проблем, в принципе, нет. Морщин, да. Если хотите взять вот этот продукт от морщин, нет. Это не та песня немножечко. Нужно помощнее какую-то артиллерию, если именно вот с этой проблемой хотите бороться. Еще у меня тут казус произошел. Смотрите, под конец. Тюбик какой. Под конец у меня вот он сломался, этот носик. И крем весь отсюда вылезал. Не очень, конечно. Хорошо. Ну, ладно, что делать. Вот я его на все лицо использовала. Легкий-легенький такой гель. Да, совершенно не утяжеляющий. Я вообще, честно говоря, не очень люблю подразделять крема на крем для лица и для век. Я люблю одним. Вот намазался и пошел. Поэтому такие вот форматы не для меня. Бьюти-лаб, девчонки. Консилер под глазки. Уже тут все почти подстерлось, надпись вся подстерлась. Зато артикул виден. 02.19 артикул. Пользовалась, пользовалась. И еще там есть чуть-чуть, девчонки. Но он такой жидкий. Он такой жидкий, как водица. Просто. Вот. Он мне сейчас накапал на штаны, блин, из тюбика. Просто вода полилась. Не нравится. Если что-то брать, перекрывать недостатки, синяки какие-то там, да, венки, если у вас близко расположены, то не этот продукт. Он очень долго впитывается. Потом, когда он впитается, он у вас западет во все морщинки и складочки. Нужно будет его опять поправить, разгладить. И после второго раза он более-менее еще сидит на вашем лице. Но он очень жидкий, он не плотный. И если есть действительно выраженные какие-то недостатки, синяки, да, он ничего не перекроет. Ну, слишком жидкий. Придется сто раз наслаивать. Поэтому вот этот консилер я не повторю точно. Тушь. Тушь, девчонки, недавняя новинка. Глемен Мора. Вот так она выглядит, да. Артикул ее 5778. Вместе с вами ее тоже тестировали. Здесь у нее кисточка такая интересная, да. С одной стороны ничего нет, как лопаточка, да, плоская. А с другой стороны вот как бы силиконовая щетина. Она круто, конечно, удлиняет ресницы, приподнимает их и подгинает. Как бы все нормально. И паучьих лапок у меня с двух слоев не было. Но неудобно. Ну, неудобно. Вот она у меня валяется без дела. Я ее просто выкидываю. Хотя еще можно было пользоваться и пользоваться. Неудобно. За счет вот этой вот лопаточки, да, нам нужно сначала лопаточкой прокрасить с вами ресницы. Нанести на них достаточно большое количество туши. А потом вот этой вот щетинкой силиконовой уже проработать длину и так далее. Разделяет как бы все нормально. Все в ней неплохо, но неудобно. Вот если есть у меня любимая сейчас Miss Curl коричневая, которая, да, у меня на ресничках. Ей удобно, ей быстро. А здесь нет. Поэтому я ее, девчонки, выкидываю, потому что знаю, что все равно пользоваться не буду. Пролежит, проваляется, как бы засохнет толку ноль. А так она неплохая. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня скопились в этом месте. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока.